ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В то время пришел в Рим святой Дионисий Ариапагит и с благословения папы римского Климента стал подбирать себе спутников и помощников для проповеди христианства в западных странах. Узнав об этом, Лукьян поспешил к Дионисию и вызвался быть его верным помощником. Сам папа Климент рукоположил Лукьянова и епископы и отправился Лукьян в Бельгию. Проповедь его была очень успешной, а духотворенной речью да примером своей святой жизни сумел епископ обратить в христианство многих и многих язычников. И со временем практически все население Бельгии обратилось ко Христу. Но тот император Домициан вновь после Нерона открыл масштабные гонения на христиан. Приказал он всех, кто откажется поклониться римским богам, предать пыткам и смерти. Святой Лукьян собрал всю свою паству и наставлял их не страшиться угроз, мучений и смерти. А сам вознес благодарение Богу, ибо он открыл святому, что скоро ему суждено принять мученический венец. Вскоре Лукьяна действительно схватили и привели на суд, обвинив в волшебстве и неповиновению приказан императорским. На что святитель ответил им, «Я не волшебник, а раб истинного Бога Господа Иисуса Христа и отказался принести жертву идолам с утворенным руками человеческими». Подвергли тогда святого мученика жестокому бичеванию, а он все время повторял и повторял «Никогда не перестану сердцем, верою и устами хвалить Христа, Сына Божия». И был Лукьян усечен мечом. На тело мученика в тот миг воссеял небесный свет, и слышен был глаз Спасителя, призывавший душу мученика в Царствие Небесное. 16 июня. День памяти священномученика Лукьяна Бельгийского. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok